Приветствую вас. Я думаю, что у вас действительно, может быть, и были проблемы с отцом, вот, и я думаю, что действительно на вас это как-то отразилось, но то, о чем вы говорите сейчас, больше похоже на то, что от того, что у вас с папой могли быть какие-то трудности, вы себя, по моим ощущениям, чувствуете, больше какой-то не такой, нежели чем реально вы какая-то не такая, ну потому что вообще-то человеку становится хуже, если его не был способен любить, любить кто-то из близких, например, отец. Вот, ну, вот это не работает так, как мне кажется. Другой вопрос, что вы посчитали, что вот раз у меня не было отца, раз меня отец не любил, вот, ну, значит, что-то со мной не так. И вот это вот ощущение не так, вы пытаетесь, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Либо что-то есть, либо нет. У вас либо есть принятие себя, своей энергии, своей жизни, своих откликов, своих чувств, своих приоритетов, предпочтений, проживание своих недостатков, своего, может быть, какого-то несовершенства, либо нет. У вас либо есть замечание того, что с вами происходит, либо нет. У вас либо есть уважение к тому, что вы чувствуете и проживаете в определенный момент времени, или нет. Если вы внимательно посмотрите на то, как вы выстраиваете отношения с мужчинами, то вы говорите и себе, и мужчинам примерно следующее, что со мной что-то не так, я какая-то не такая, одна я вообще ничего не стою, почему вы боитесь, что вас сбросит. Поэтому вот давайте все меня убеждайте в том, что я хороший, что я привлекательная, что я красивая, что я умная, что я значимая, что я ценная, что я дорогая вам. Давайте вот все меня в этом убеждать. Но фокус в том, что когда вас убеждают, вы не верите, вы не принимаете этого, вы не замечаете того, как вы реагируете, вы не остаетесь в этом, вы избегаете этого. Я уверен, что когда вам делают комплименты, когда вам говорят, что вы привлекательная, что вы красивая и так далее, вы стараетесь как можно быстрее из этого состояния уйти, и от этого состояния выйти, вы пытаетесь, а вот, мне так вот, по крайней мере, это видится таким образом, так мне это видится, по крайней мере. И вот, свою задачу, как психолога, я вижу именно в этом, пожалуй. В том, что обратить ваше внимание на то, какая вы, на то, какая вы во взаимодействии с мужчиной или мужчинами, с отцом и так далее. И я свою задачу вижу именно в этом, в том, чтобы вот вы больше опирались на себя, вот, чтобы вы больше знакомились с собой. С собой. Понимаете? И чтобы вы не просто пытались получать внимание, ну, других людей к себе, а чтобы вы замечали себя и свои реакции в этом, вот, вы говорите, что с папой вы сейчас общаетесь, вот, вы пишите, что, значит, вы общаетесь с ним, как бы раз, раз, два в год, да, но он вам чужой. И, понимаете, мне кажется, что внутри вас есть такая какая-то надежда, да, что вот он чужой, но он должен быть каким-то другим. То есть у вас как будто бы нет признания того факта, что он не чужой, вам он такой, как он есть. Вот он такой. Но чтобы вам это именно прочувствовать, чтобы вы такой опыт получили, нужно заявить о своих реакциях здесь, нужно заявить о том, что вы чувствуете в этом. В том числе ему. В том числе ему. Ага, пока что, мне кажется, что вы этого не сделали. Пока что. И пока вы этого не сделали, он будет для вас чужим человеком, который у вас, вероятнее всего, за что-то наказывает. А не таким, как он есть, просто потому что он такой, как он есть, а вы такая, какая есть вы. Называя его чужим, вы отвергаете его, потому что внутри себя отвергаете себя же, свои чувства, свои реакции. Но, если вы не говорите ему о том, что чувствуете, не получаете его реакцию на это, возможно, безразличие, возможно, что-то еще, потому что вам может быть страшно получить боль. Но с этой болью встретиться, естественно, с поддержкой, наверное, необходимо, чтобы в ней увидеть возможность для своего роста, дальнейшего роста, дальнейшего развития, которого у вас сейчас, ну, не происходит, совершенно очевидно. Тут много есть еще достаточно нюансов, но вот это такие ключевые. Понимаете, дура, в принципе, не для того, что кто-то вас не любил, это, мне кажется, самый деструктивный способ продолжать оставаться в том состоянии, в каком вы остаетесь и находитесь сейчас. Вот. У вас дура в душе, потому что вы отдали очень много возможностей власти вот этим людям, которые мужчины, отец и так далее. Вот. И вы зависите от этих людей. Вы чувствуете себя маленько с этими людьми, вы чувствуете себя ничего не знающими с этими людьми в отчаянном требовании от них того, что вам нужно. Да. Но получая от них то, что вам нужно, вы это даже не можете как-то использовать для того, чтобы от этого подпитаться, чтобы от этого как-то вот согреться, да, и почувствовать себя как-то лучше. Потому что от себя само выбежите. Вот. И мне кажется, что это происходит именно вследствие того, именно вследствие того, что вы к себе не внимательны. Но это вы к другим людям. Вот. А в контексте того, что смотрите на всех своих ага и ищите недостатки, ну так это, как мне кажется, связано с тем, что это ваше отношение к себе. Такое. Так вы видите себя. Так вы относитесь к себе. Так вы воспринимаете себя, к сожалению, большому. Вот. Ну, как бы, переносите, да, на других людей то, что чувствуете сам. Вот. Вот вы пишите, а у меня дра, вместо которой должна была быть отцовская любовь. Ну, вот, как бы, почему она должна быть, да, и почему именно отцовская любовь. Вот. Как бы. Дело в том, что то, что вы говорите, вот то, о чем вы говорите, я не думаю, что вы понимаете, о чем вы говорите, да, говорят про любовь. То, о чем вы говорите, это про, знаете, спрашиваю, что это про то, какая я в этой любви. То есть, вообще-то, вот, потребность в любви, это потребность в каком-то таком видении, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ В этом, мне кажется, вы очень много власти отдаёте мужчинам, вот. Сами же, скорее всего, за это его, неважно, будь то отец, будь то ваш парень, будь то друг мужчины, если такой есть, будь то родственник мужчины, если такие у вас есть, сами же его, чтобы мужчину, такого вот мужчину, ну, именно рецептально, да, за это ненавидят, вот, ненавидят за то, что они имеют вот такую, такую власть над вами. И постоянно пытаются бороться за эту власть, пытаются его принизить, потому что наравне с ним вы быть не можете. На наравне подниматься с ним кажется, что он знает, какой он, и знает, какой должна быть вы, а вы не знаете. Вот. И вот попытка, ну, то, о чём вы говорите, это именно не чувствование себя, какая вы. Вот. Это вот именно такая вот невнимательность к себе. Дальше, эм, так, всё время хочется заполнить внимание на других мужчин, которых, которых в моей жизни не так много, когда нет, я чувствую себя просто, да, но вообще не верю, кто-то меня может любить, что-то я просто могу это представить, как это. Ну, вот здесь, эм, даже здесь чувствуется некоторая ваша поверхность, в том смысле, что вы не углубляетесь, вот, что это за внимание, как, 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 как оно вами воспринимается. Вы говорите, что чувствуете себя ужасно, что это за ужасно, ужасно к ощущению, вы говорите, что не можете себя представить, э, не можете представить, как вас можно любить, а что это такое, почему. То есть, как бы, это что, вы какая-то страшная, ужасная, если вас не любит, вот, скажете, вы просто не знаете, какие-то свои, свои стороны, не получили на какие-то свои стороны обратной связи, и думаете, что они ужасны. Вот это вот то, что, ну, очень часто вообще, говоря, происходит. И, в том числе, работа психолога заключается в том, чтобы вам, в общем-то, показать эти ваши стороны, вот, показать и дать обратный связь на них. Не всегда это обратная связь, какая-то, вот, какая-то хорошая, хорошая, ну, вот, не всегда это обратная связь, она, ну, приятная, она, такой, в общем-то, быть не может, если мы здесь говорим о честности, конечно. Вот, если мы говорим о честности, то всегда обратная связь хорошая быть не может, вот, и вполне вероятно, что вам, ну, вам будет и больно как-то, и неприятно слышать какие-то вещи, но, по крайней мере, это может стать, эээ, реальным, эээ, реальным ресурсом, для вашего, опять-таки, роста. Вот, вопрос, мне кажется, как мне кажется, здесь в том, больше, хотите ли вы, эээ, на самом деле, этого роста, хочется ли вам этого роста, нужен ли вам этот роста, вот, мне кажется, какой, какой вопрос, эээ, ну, так вот. Важен, эээ, ну, не по-настоящему важен, да, то есть любой, любой вопрос, в принципе, важен, вот, но, это вот то, что, на мой взгляд, очень-очень, эээ, как бы, влияет на вас, скажем так. И, соответственно, уделить этому время, уделить этому внимание, раз, вот, и самое главное, чтобы, вот, вы, как-то не убегали, из, эээ, важных для себя, эээ, моментов, эээ, и, ээээ, состояний. Это основное, на что вам сейчас нужно обратить свое внимание, вот. И, когда, в какой-то момент, эээ, может быть, вы почувствуете, что вы себе становитесь интереснее, чем, ээээ, там, ваш отец, ээээ, другие мужчины, вот. Это, наверное, и будет тем шагом вперед, к тому, чтобы стать более такой, вот, независимой, более такой, вот, гармоничной. Сейчас вам это, это сложно, я понимаю, вот, никто от вас каких-то быстрых результатов не ждет, это было бы неправильно, но, тем не менее, эээ, если, например, поговорить про, проработку, вот, а, тему, тему, проработка, принцип, вы подняли сами, что это, эээ, вот, эээ, вопрос, как раз, именно, психологического, эээ, консультирования, это вопрос, ээээ, психологической работы, с вами, вот. Вот, который я пока не знаю, как вы относитесь, ну, то есть, пока, пока что я, вот, эээ, не знаю, как вы, эээ, вот, вообще, это воспринимаете, вот. Пока что, нет, ээээ, у меня, вот, например, да, представление о том, как вы, вообще, вот, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Поэтому определитесь, готовы ли вы начать работать над собой, готовы ли вы сейчас заниматься психотерапией, вот, и, соответственно, когда определитесь для себя сами, вот, вообще под то, что вы определитесь, в смысле, можно будет подбирать варианты, которые вам, ну, подойдут. Так, дальше, при этом же она, я не способна любить кого-то, по-русски вы, ну, я думаю, что не то, что вы не способны любить кого-то, я думаю, что вам сейчас очень, очень тяжело кого-то любить, вот, в это я поверю, ну, в это я поверю больше, что вам тяжело кого-то любить, потому что любовь, ну, вы не способны сейчас что-то дать человеку, вот, вы хотите больше получать, потому что чем больше вы не внимательны к себе, тем более, тем более вы не замечаете себе какие-то вещи, тем, конечно, вам хочется больше получать. Это, на самом деле, ну, нормально, вот, было бы совсем печально, если бы, вот, ну, было, если бы было как-то иначе, вот. Поэтому я могу сказать, что в какой-то степени это, это даже хорошо, что сейчас у вас так, потому что, ну, альтернатива, не знаю, верите вы мне или нет, но альтернатива, она гораздо, ну, гораздо более грустная, да, чем, может быть, вы думаете сейчас, сейчас. Вот, поэтому я бы сказал, что хорошо, то, что вы сейчас, вот, думаете, что никого любить не способны и чувствуете, что не можете этого делать, вот, и не надо сейчас, этого делать, если вы не чувствуете в себе ресурсов. Но обратите внимание, внимание, что вы себя, как будто вы корите за это, обратите внимание, что, как будто бы вы себя, ну, как будто вы, именно, бечуете себя, бечуете себя, за то, что, вот, не можете, ну, кого-то любить. А, дальше, значит, тут, а, так. А, хочется получить как можно больше внимания от тепла, мне все время мало. Ну, потому что вы здесь испытываетесь трудно из тем, чтобы это принимать, понятно? Это все проходит мимо вас, не затрагивая важные аспекты вашей личности. Не затрагивая это, это проходит мимо, поэтому вам и мало постоянно. На какую-то вот вообще секунду у вас получается, а потом вы из этого как бы уходите. Понимаю, что нравлюсь кому-то, мне хочется больше, начинаю за конец, а почему я не нравлюсь кому-то другому, хочу нравиться всем. Но опять же, здесь если вы внимательно вот посмотрите, да, то вы увидите, что это довольно поверхностная такая позиция в том смысле, поверхностная позиция в том смысле, что у этой позиции нет глубины. Вот. Вот. То есть, хочу нравиться, да. Но это все как бы самое такое, то что на поверхности, да. А чуть поглубже, если вы как будто бы не опускаетесь. Вот. Вот. Ну глубже. Вот. И я думаю, что не случайно, раз вы не сталкиваетесь с тем, что вот лишить, лишить немножко за пределами того, что может быть вот вам привычно. Вы, ну вы вполне можете бояться с этим, с этим столкнуться, вполне можете бояться это переживать. Вот. Может быть потому что не знаете как это переживать, может быть еще по каким-то причинам. Вот. Сейчас это мне кажется не столь важно, не столь сейчас это важно. Да. Дальше. Так. Очень-очень про допрос, не понимаю как, ну, общение с психологом. Занадца нет, но я общаюсь с другом. Вот так. Ну про это говорю. Тоже боюсь, что меня бросят. Это вы не видите себя без кого-то, не доверие к мужчинам. А опять же, это центрация на других. То есть, ну как вот, как доверять кому-то, если вот кто-то, собственно, вообще, имеет власть вот столь большую на двенку. Ну, сложно доверять в таком-таком случае. Вот. Поэтому, нормально, что вы не доверяете. Нормально, что вы боитесь доверять. А как? Как вот, как вот доверять, если... Очень неравноправные отношения вы, 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 ну, выстраивать. Поэтому я думаю, что, опять же, скажу, может быть, такую не очень популярную вещь, но я думаю, в какой-то степени, что это неплохо. Что сейчас вы вот, ну, не доверяете. Вот я думаю, что это, в принципе, хорошо. Потому что, наличие доверия, причинил бы вам больше. Вот. Ну, про то, смотрите вверх, вверх, точнее, если так, об этом я уже сказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Правда cocов. Продолжение следует. Всем привет.